Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас сразу два серьезных повода, даже не знаю какой важнее, но все-таки позволю себе сделать более важным факт празднования в России дня 8 марта женский день. Поэтому, пользуясь возможностью, я поздравляю всех наших замечательных дам с этим праздником. Желаю вам всего хорошего, всех благ и самое главное, чтобы было понемногу, но всего. Вот в последние дни, точнее даже недели, неоднократно я уже видел в комментариях по поводу возвращения бонусной акции в связи с знанием кодового слова. То есть, некоторое время назад мы эту практику прекратили, я говорил то, что мы ее возобновим со следующего месяца. Сегодня у нас на календаре 8 марта, я думаю то, что может быть следующего месяца ждать и не нужно, лучше приурочить опять же к столь знаменательному событию, как сегодняшний день. Поэтому сегодня, пожалуй, мы давайте и возобновим эту традицию. Как и всегда буду отмечать кодовое слово, которое дает вам возможность получить бонус на пополнение. Актуальность этого кодового слова в рамках торговой сессии, но я думаю, что мужская половина меня простит. Сегодня я отмечу вот такую половую дискриминацию и этот бонус сегодняшний доступен только для нашей женской половины трейдерского сообщества. 8 марта, бонус 8%, но кажется маловато, особенно в связи с праздником. Поэтому давайте удвоим этот показатель и бонус на пополнение в рамках сегодняшней торговой сессии 16%. А что касается кодового слова, это презент. Ну а теперь давайте переходить к анализу фундаментальных событий и того, что же было интересного в рамках вчерашнего дня. Начнем мы традиционно с нефти. Клосса торговой сессии 55-57. Сейчас актив находится на уровне 55-62. Нефть такое ощущение, что зажата в очень серьезных тисках. Вот если вы проанализируете опять же график дневных свечей, то сможете увидеть, что на этих же самых уровнях мы торговались и месяц назад, и два месяца назад. Что-то не хватает. Может быть с точки зрения для технарей какого-то выраженного технического сигнала, для фундаменталистов нет стоящего фундамента, которым можно было бы воспользоваться и вытащить актив за пределы вот этого смировавшегося узкого коридора. Я надеюсь, что наш анализ, который мы с вами проводим, оценка фундаментальных событий, все-таки позволит нам сделать больше рывок в сторону снижения этого актива. Тем более, что количество вот этих негативных факторов, оно объективно все больше и больше. Основной идеей, помимо соглашения для ОПЕК по ограничению производства, а также регионов, которые поддержал эту сделку, остается, собственно, этот фундамент. Но есть и риск в лице Соединенных Штатов Америки, которые нейтрализуют возможные усилия указанных регионов по решению проблемы с перенасыщением. Действительно, сейчас у нас есть и последние прогнозы Международного энергетического агентства. Опять же, этот прогноз гласит то, что объемы добычи нефти в США продолжат расти. И вслед за текущей планкой уже в 9.03 миллиона, хотя баррелей в сутки по производству мы, наверное, уже можем говорить о 9.05, потому что сегодня в 18.30 выйдет отчет по производству, по запасам нефти. Параллельно мы оценим еще и динамику добычи. Уверен, как и недели назад, нас ожидает цифра со знаком плюс. В прошлый раз плюс 31 тысяча за неделю. Соответственно, при сохранении этого тренда, разумеется, мы будем говорить о оправданности ожидания того, что к концу 2017 года объемы добычи могут уже достигнуть 9.3 миллионов по производству в сутки. С прогнозом, опять же, актуальным Международного энергетического агентства, роста добычи до 9.7-9.8 уже в 2018 году. Хочу также отметить, что буквально несколько часов назад вышел отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Думаю, что вы уже познакомились с этой статистикой. Здесь у нас серьезный рост плюс 11.6, как мы с вами полагали, но на такую цифру не надеялись. Конечно же, хороший медвежий сигнал, который является следствием того, что объемы импорта продолжают увеличиваться. Так вот, за неделю импорт вырос на 691 тысячу баррелей в сутки. Поскольку есть определенная степень корреляции, опять же, с официальной статистикой, у нас 18.30, хорошее уже ожидание увидеть, ну пусть и не такой прирост, но хотя бы статистику со знаком плюс также, что может стать еще одним фактором давления на котировки черного золота. Вчера, вы знаете, состояла встреча представителей, опять же, нефтяной региональной элиты в Хьюстоне. Я ориентировал вас, опять же, на возможные такие кулуарные беседы Новака и генерального секретаря ОПЕК Берканда. В принципе, ничего интересного сказать сейчас, к сожалению, не могу, потому что, в принципе, наверное, ничего интересного, а по факту этой встречи обозначено не было. Все в конвете их ожиданий, которые мы с вами уже разделяем очень давно. В частности, хочется отметить то, что Берканда коснулся тем и даже выказал определенные опасения за возможность присохранения нисходящего инвестиционного тренда, то есть вложения к инвестиционному бизнесу, проблемы с предложением могут возникнуть уже к 2020 году, то есть расхождение между спросом на предложение. Но поскольку в рамках вчерашнего дня мы все-таки увидели по итогам снижение, такую позицию мало кто разделил. Напротив, трейдеры все-таки делают большую ставку на сохранение проблемы перенасыщения рынком. И в качестве еще, на мой взгляд, важного негативного комментария, который я просто не могу сейчас вам не обозначить, это опять же со ссылкой на риторику министра нефти Саудовской Аравии, то, что Саудовская Аравия, скорее всего, не будет поддерживать идею продление действия соглашения по ограничению производства за период, за первые два квартала, за первые полугодия 2017 года. И основное опасение, которое было обозначено министром нефти Саудовской Аравии, это чрезмерная экспансия на мировом рынке углеводородов, которая сейчас наблюдается со стороны США. И чтобы, опять же, не повторяться, мы понимаем то, что эта динамика сохранится, будет продолжена США, действительно, воспользовались этим соглашением, чтобы упрочить, усилить и нарастить свое присутствие на глобальном рынке. Поэтому Саудовская Аравия, безусловно, будет сейчас уже поглядывать за тем, что происходит, и я не сомневаюсь в том, что сделка вряд ли будет продлена. Поэтому позитив, как таковой, единственный, который присутствует на рынке, очень быстро сойдет на нет. И я продолжаю акцентировать ваше внимание, друзья, что нужно, конечно же, быть больше осмотрительным к этому активу. И нужно видеть все-таки все предпосылки, которые предполагают возможность ослабления этого инструмента. Надеюсь, что мы в ближайшие дни все-таки окажемся ниже поддержки 55 долларов за баррель. 58.14 баррель, доллар-рубль. Давайте на ней пока останавливаться не будем. Как я уже отмечал, нам нужно пробить поддержку 55, чтобы претендовать на движение в район 60. Позитива, как такового, для рубля сейчас тоже нет. Но если только нефть, у нас умудрится снова пробраться выше 57. Но об этом также говорить пока не очень-то хочется. Доллар японская иена 113.68. Сегодня мы снижаемся по американцу. Вся сессия торговая и, в принципе, все самое интересное еще впереди. У нас отчет EDP, который выйдет сегодня в 16.15 по московскому времени. И если ожидание, опять же, того, что статистика будет хорошая, то есть если количество новых рабочих мест не сельско-козяйственного сектора по версии EDP при возле 160-170 тысяч, доллар очень быстро вернет прежние позиции. Что касается вчерашней сессии, мы видели прирост по этой валютной паре. Доллар действительно восстанавливается, не хочет отдавать свои лидерские позиции. Велико наследие фундаментальной поддержки и статистики, и выступления Трампа. В частности, основной идеей для рынка, конечно же, остается сейчас ожидание повышения процентной ставки. А может быть даже трейдеров больше волнует и интересует вопрос темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики. На текущий момент, как я уже отмечал, вероятность того, что по итогам двухдневного заседания, которое состоится 14-15 марта ФРС по 9% ставку, составляет уже 86%. И думаю, что эта вероятность будет только усиливаться. Джанет Херин отметила то, что повышение ставки уместно при условии сохранения восстановительного тренда с публикацией сильных макроэкономических данных, которые будут соответствовать ориентирам ФРС. Пока все именно это и происходит. Вот единственный вчера негатив, может быть, он и срезонировал на текущей динамике, это довольно-таки острый и активно обсуждаемый сейчас в средствах массовой информации всем глобальным рынком обвинение Дональда Трампа в адрес своего предшественника Барка Обамы о, собственно, прослушке телефон. И обвинения эти датируются, опять же, периодом летних месяцев, то есть, по сути, финальной стадии президентской гонки. Я думаю, что эту идею еще и эту тему будут обсуждать, анализировать вдоль и поперек. Почему она является причиной все-таки несколько охлажденного отношения к доллару? Потому что трейдеры переживают и серьезно опасаются то, что Трамп может до такой степени, опять же, зациклиться на этих обвинениях, что забудет о реформах, которые обещал во время своей предвыборной компании. Ну, эта позиция и мнение тоже имеют место быть. Но мы, как трейдеры, конечно же, продолжим следить за тем, что будет происходить с этим. Я просто рекомендую вам, даже несмотря на локальный откат, не отказываться от того, что доллар имеет куда больше оснований для роста, нежели чем для слабости. И на этой неделе у нас, опять же, статистика по рынку труда, которая должна вернуть интересы к американцу. Опять же, если EDP сегодня не подведет, значит, ожидание того, что EDP будет хорошее, серьезно повысится. Параллельно, уверен, подрастет индекс доллара и доходности американских долговых бумаг, что будет дисконтировано, опять же, в динамике американцев. Кодировки 113.68 с учетом такой новостной картины довольно скромные, поэтому я уже предлагаю ставить, как и раньше, на закрепление выше 114 и вообще по работе сопротивления 115. Евро против доллара. Картина в целом не меняется. Негативное настроение в отношении евро присутствует. Политическая тема, риски, статистика. Вчера вышли отчеты по ОВП в соответствии с ожиданиями, но уже был сформирован задел на очень слабые показатели на первых кварталов 2017 года. Это как следствие производственных заказов в Германии. Они просели на 7,4%. Худший результат за, по-моему, последний год. Еще одно подтверждение того, что статистика, на самом деле, ведущая лукомотива, не такая хорошая, как многие думали. Нет тренда восстановительного. Напротив, мы постоянно возвращаемся к тому факту, что статистика разочаровывает. Греческие проблемы постепенно выходят снова. Долговые на передовую. О них мы тоже будем говорить, как только будет соответствующие интересные фундаменты для этого. Ну и завтра Европейский Центральный Банк будет заседать, опубликует решения по параметрам денежно-кредитной политики и состоится пресс-конференция Марио Драги. Уверен, что мы снова слышим о крайне низких значениях базовой инфляции, что может стать дополнительным давлением для европейской валюты. Фунт снижается. Фунт меня очень расстроил. Я думаю, что если бы не прочие активы, которые двигаются в том, опять же, ключе, который мы прогнозировали, то настроение было бы гораздо хуже. Но сегодня все-таки такой день, как 8 марта. Именно приятно поздравлять женщин. Я не могу позволить, собственно, фунту влиять на свое настроение. Хотя, как говорил, уровень 1.22 в случае его тестирования являлся моей катапулькой, скажем, из рынка по данному активу. Я покинул фунт и пока даже не хочу им торговать. Причина распродаж британца. Здесь, как говорится, старые песни о главном. Стоило только на рынке снова появиться теме о том, что в случае, опять же, запуска процедуры Брекзита и возможности потери доступа Англии к единому европейскому рынку, Англию будут спешно покидать банковские учреждения, потому что речь пойдет о разрушении всей финансовой индустрии. Мы говорили об этом еще, по-моему, полгода назад. И вот сейчас, в принципе, тема избитая, понятная и, я думаю, что ясная, просто как роса для всех оказала такое негативное настроение и такое влияние на фунт. Я, конечно же, понимаю то, что многие из вас торгуют британцем, может быть, даже иначе, чем я. Задача все-таки моя – следить за фундаментом. Конечно же, я буду снабжать вас информацией, но лично пока британцам заниматься сейчас точно не буду и спекулировать ни на росте, ни на коррекционной динамике не буду. USDCAD у нас по-прежнему находится на довольно высоких значениях. 1.3407. Цель у нас 1.35. Снижение нефти. Возможность пересмотра торгового соглашения. Ожидание слабого отчета по канадскому рынку труда, собственно, в эту пятницу оказывает давление на этот инструмент и ситуация не изменится. Новозеландец у нас находится под серьезным прессом. Я вам говорил то, что здесь нужно обратить внимание на молочный аукцион, который пройдет, вчера говорил, поздним вечером. Как и ожидали, статистика просто удручающая, потому что индекс цен на молочную продукцию снизился на 6,3% против прошлого спада на 3,2%. Это уже не радужный тренд, указывающий на то, что новозеландская экономика может столкнуться с серьезным риском дальнейшего расширения ВВП. То есть, по новозеландцу мы помним комментарии Уильера, который видел очень много, опять же, проблем для развития главной сериевой отрасли в крайне дорогом курсе валюты. Может быть, как раз все-таки трейдеры услышали то, что он хотел сказать. И, в принципе, помогают сейчас экономике через ослабление курса новозеландца. Текущие котировки по НЗД и ЕСД у нас 0,69,59. Думаю, что первичная цель, которую можно сейчас подставить, это поддержка 0,69. Думаю, что до нее доберемся. Ну и что касается, опять же, новостей сегодняшнего дня. В 16.15 ждем ADP. В 16.30 производительность труда в Штатах. Тоже важный отчет, уверен, статистика также не разочарует. И 18.30 запасы нефти. Как уже отметил, после серьезного прироста по API ждем соответствующего увеличения запасов и по официальным данным, что может стать предлогом, причиной для закрепления бренда ниже 55 долларов за баррель. Напоминаю то, что у женской половины нашего трейдерского сообщества есть сегодня возможность воспользоваться бонусом на пополнение. Величина бонуса 16%. Кодовое слово «президент» действует до завтрашнего брифинга, который состоится в 9.30. Ну а для тех, кто, собственно, также был в ожидании возвращения этих бонусных акций, тогда я предложу вам что-нибудь новенькое уже завтра. На этом, собственно, все. Еще раз, женщины, и вас с праздником. Желаю вам хорошо провести этот день. Может быть, даже лучше выдержаться от трейдинга, даже несмотря на то, что, исходя из такого фундамента, хочется поторговать на, опять же, расчет на рост доллара. Ну, может быть, лучше даже себе не создавать каких-либо предварительных условий, которые могли бы сказаться на вашем настроении. Это ваш день. Поэтому, может быть, лучше даже не спекулировать сегодня. Спасибо за внимание. Хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся, соответственно, завтра. Не забывайте о том, что весь видеоконтент доступен на канале на YouTube. Подписывайтесь на него, оставляйте ваши комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.